Сейчас мы отвечаем на вопрос о том, должен ли глаз работать. И что если мы выпишем очки по полной коррекции, то глаз перестает работать, и поэтому у него как-то отсыхают все мышцы, и он перестает видеть. Поэтому давайте его обсудим. Вот есть такая мысль среди обывателей, среди даже офтальмологов я выслушивал, что если мы назначаем очки по полной коррекции, то глаз перестает работать. Ну, во-первых, мы не знаем хорошо ли это, что он перестает работать и нужно ли ему работать, либо как вообще относиться к этому слову, плохо ли это или хорошо. Во-вторых, мы не знаем ни одного такого диагноза, у которого зрение сломалось от того, что глаз вдруг перестал работать, либо там какие-то мышцы перестали работать. То есть, несмотря на то, что это очень распространенное словосочетание, глаз перестает работать в очках. Мы не можем в офтальмологии уцепиться за этот диагноз, увидеть этих пациентов и не видим такую проблему вообще. Второе, что происходит с глазами, когда они надевают очки. Если мы возьмем близорукость, то близорукий человек не напрягает свои глаза на близь совсем, и когда у вас близорукость, вы как раз и не фокусируетесь на близь. Вы смотрите вблизь, и при этом у вас есть четкая картинка без напряжения. А вдаль человеческий глаз он напрячется не может совсем. Соответственно, ваш глаз, пока вы без очков при близорукости, он как раз таки и не работает. И как только вы надеваете очки на ребенка, у вас близорукость как бы проходит, он начинает фокусировать активно, и как раз вот какая-то работа происходит. В данном случае работа целлярной мышцы и аккомодация. Но опять же я хочу просто объяснить на простом примере. Как только мы надеваем любые очки на любого ребенка, мы делаем из близорукого ребенка, либо из дальнозоркого ребенка, обычного ребенка без дальнозоркости и близорукости. Вот ничем особым эти дети не отличаются от обычных, как только они получают полную очковую коррекцию. Поэтому мы не придираемся к детям, у которых нет проблем с глазами. Мы не говорим, что у них вдруг перестанет работать глаз от того, что они не носят вообще никаких очков, что им нужно создать, наверное, искусственную близорукость по этой логике, либо как еще. Поэтому не нужно выдумывать каких-то лишних условностей, потом вокруг них будет болеть голова, и мы будем это обсуждать, например, офтальмолога. Если у вашего ребенка близорукость, можно выписать нормальные очки. Если у вас есть дальнозоркость, то же нужно выписывать очки. То, что глаз должен там как-то работать, это абсолютно профанский, абсолютно непрофессиональный термин, и от таких обсуждений нужно уходить просто для того, чтобы не тратить время ни врача, ни ваше, ни чего бы то ни было еще.